итак дорогие друзья всем всем доброе утро шалом банджур hello и мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона я сейчас снова получилось что отвозил сына в ешиву и как раз вот здесь остановился будем сейчас изучать изучать тору в тех местах где когда-то в древности и изучали вот смотрите вот так вот да выглядит это окрестность иерусалима вот так выглядит израиль видите вот так выглядит израиль утром видите вот такая вот это типичный вид холмы вокруг иерусалима красиво шалом шалом видите хорошая погода и сейчас я вот в машине и будем мы сейчас изучать мудрость царя соломона вдумайтесь вообще да до чего вообще дошел прогресс до невиданных чудес раньше раньше мы все родились советском союзе кто бы мог подумать что вот так можно будет сидеть в это место называется хашмана им это рядом с муди нам муди иерусалим очень рядом 25 минут от иерусалима ехать хорошо а мы находимся в 5 главе мы находимся в 5 главе и и сейчас значит мы дошли до того что 18 отрывок 18 отрывок 17 мы остановились что если ты духовно растешь и изучая штору то написано что ию лыхали вадеха вен лизарим и так что вот все твое весь твой духовный рост все твое внутреннее приближение к богу это то что с тобой остается всегда вечно да и энн лизарих лизарим и так и не буди чужих с тобой потому что те кто против бога они туда не попадут как есть известный анекдот когда автобус атеистами упал в пропасть и все погибли их души поднимаются наверх и ангелы заходят в более высшие инстанции и говорят богу говоря да с этими что делать которые были атеистами автобус атеистов а богом говорит а что делать скажите что меня нет говорит нет у меня значит и те которые не хотели к богу приблизиться они естественно и не приблизиться потому что если человек во что-то не верит что этого нет он говорит этого просто нет то для него в его мировосприятие этого нет вот так хорошо 18 отрывок звучит так ей мы курка барух пусть будет твой основа твоя источник твой макор это как основа пусть будет основа твоя источник твой барух благословен усмах мээшетны урэха и радуйся от жены юности твоей значит что это значит что является макором основой в человеке вот что является основой в каждом из нас основа основой в человеке является 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 его самоопределение и определение его связи с богом да то есть вот кто такой я или кто такой там игорь дабакаров до шалом игорь дабакаров в солнечном ульяновске значит или зураба слонян любой человек когда он себя спрашивает кто я где мой стержень где моя основа где мой фундамент кто я вообще то он на если копнет он скажет я там меня зовут акта но это же меня так называют или я родился так то но это этот меня там родили а я-то кто и вот говорит там 18 отрывке царь соломон он говорит пусть будет твой макор твоя основа твой источник откуда вообще все происходит а все происходит это очень интересная идея человек он начинается в момент вот этого самоопределения то есть каждый из нас внутри себя с собой разговаривает и как-то себя самоопределяет кто я и постоянно идет внутренний разговор я хочу я не хочу я сделаю я не сделаю это правильно как я мог как я не мог что я хочу я двигаюсь туда я правильно поступил неправильно то есть чек постоянно с собой разговаривает внутри и вот эта точка вот этого внутреннего разговора это и есть человек это есть человек и получается что говорит нам царь соломон пусть будет твой макор благословень пусть будет твоя вот эта основа благословенная то есть вот в этой вот точке своего начала ты должен быть связан с богом то есть благословенный это тот кто связан с богом Если ты говоришь, кто я? Да я божественная душа, я вообще луч божественный, и вот этот мой весь разговор, это не я, это как раз, это мое, это мой интеллект. Он меня, этот мой внутренний разговор, он меня как бы и обслуживает, он мою душу обслуживает. А кто я? Я с Богом вообще божественная душа. И вот в этот момент, когда у человека появляется вот эта вот, его внутренняя часть благословенная, и дальше он говорит непонятную вещь. Радуйся от жены своей юности. Значит, надо понимать, что царь Соломон обращался в притчах, он не к нам обращался, то есть он царь, сын царя Давида, и он обращался к евреям, которые ходили в первый храм, он первый храм построил. Там был первосвященник, там были жертвоприношения, там были постоянные чудеса, было 10 чудес, которые были постоянно в первом храме. То есть это для нас есть Бог, нет Бога, кто такой Бог, а как вообще? То есть для нас это все какие-то такие новости, какие-то истории такие непонятные, которые мы начали слышать уже в средней половине жизни, да? Но для них, для них, они рождались уже в Торе, то есть они рождался человек, ему на восьмой день бритмила, обрезание ему сделали, союз обрезания. И он с детства видел всех вот этих вот священников в Песах. Вы не представляете, что было в Песах в Иерусалиме. В Иерусалиме в Песах приносили в жертву там полмиллиона этих ягнят, представляете? То есть это, они с детства видели вот этот вот мир, ну совершенно другой мир, чудес там, можно было бы назвать современным языком, мир магических каких-то чудес, действий, изменений. И у них у всех было очевидно и понятно, что есть Бог, есть Тора, есть ангелы, есть первосвященник, есть жертвоприношение и так далее. И к ним обращался царь Соломон в этом, в восемнадцатом отрывке, он говорил, радуйся, Мешет-Нуреха. То есть есть, у них было вот это вот основное мировоззрение. Ну что, тут приходят древние грети, приходят древние грети, такие все голые, такие они с дисками, с копьями. И говорят, парни, послушайте, мы вам сейчас расскажем интересную историю. Мы вам сейчас расскажем историю про Зевса, про там, какие у них еще были, Афродита, там, всякая вот эта история про, как его звали, который Сизиф там какой-то, в общем, всякая вот эта, Посейдон там какой-нибудь, да, то есть, и рассказывали все эти сказки. И сидели, значит, евреи думали, а может мы такие темные, может действительно вот эти грехи, смотри, какие они симпатичные, у них игры олимпийские там и все. И царь Соломон им говорил, нет, говорит, имей радость, радуйся от жены юности твоей, то есть от Торы, то, в чем ты родился. Для нас мы можем просто для себя сейчас притянуть по другой, как бы, концепции. На сегодня самая древняя, доказанная система мировоззрения это иудаизм. Почему? Потому что все вот эти вот китайские и индийские штуки, когда говорят там индийским ведом там каких-нибудь 10 тысяч лет и что. Покажите хоть один документ старше, чем 500 лет. Нет ни одного документа, именно документа, который датировался бы ни индийского, ни китайского, никакого старше 500 лет. Тысяча лет это вообще, ну не сохранилось ничего. Понятно? Иудаизм, это есть у нас каждая Тора, если хоть одна буква там неправильно написана или хоть чуть-чуть там стерта, этот свиток Торы не кошерный. Абсолютно идентичные все свитки Торы во всем мире. Вот в любую синагогу зайди, стопроцентная идентичность всех свитков Торы. И это идет уже больше трех тысяч лет, потому что если свиток Торы, в нем есть хоть одно изменение, это уже не кошерный. Кумранские рукописи. В кумранских пещерах остались вот эти все свитки, две с половиной тысячи лет датированы эти свитки. То есть, поэтому если уже выбирать себе философию и мировоззрение, если выбирать себе философию и мировоззрение, то оказывается, что лучшая философия и мировоззрение это Тора. Это то, что он говорит, что жена юности твоей. Менять ничего не надо, все уже установлено 3300 лет назад. Девятнадцатый отрывок вообще нам, мне лично вообще непонятен. И он нам еще раз показывает, что когда царь Соломон хотел объяснить Тору понятным языком, то он говорил на языке того времени. И для нас это непонятный язык. Например, девятнадцатый отрывок. Аелит Аавим Ваяалат Хен Дадея Ирвуха Бхоль Эд Баавата Ташге Тамид. Значит, перевод. Любимая Лани. Аелит Аавим это любимая Лани. Ваяалат Хен. И приятная на вид Серна. Яала это Серна. Есть Аелит, а есть Яала. Это было два разных вида горных коз. Были горные козы. И в то время смотрел царь Соломон. О, горная коза. Это говорит Аелит побежала, а это Яала. То есть они всем понимали разницу между двумя видами горных коз. Понятно? Теперь, значит, Ишто. Дадея Ирвуха Бхоль Эд. Ее груди тебя напоят в каждое время. Баавата Ташге Тамид. И любовь ее ты постигнешь всегда. Теперь, без Малбима вообще было бы непонятно. Но Малбим нам говорит, вы знаете, вот эти две горные козы, они разные. В чем их разность? У одной горной козы только когда она в порыве страсти. Она может забеременеть. И у нее там что-то открывается в половой в этой системе. А другая коза, она всегда готова к сношениям. То есть он так, Малбим, он видно знал, ну он изучил источник и все такое. Теперь, и это знали в то время все. То есть когда царь Исламон приводил этот пример, понятно, что тогда каждый там подросток, школьник и девушка, и даже Сара Хазан все знали, как эти козы, они устроены. Потому что они доили этих коз там и так далее. Теперь, Малбим нам объяснил смысл, что Тора, она чем интересна. Вот иногда, иногда ты там читаешь что-то, изучаешь что-то, и у тебя прям тебя начинают накрывать какие-то, это называется, инсайты или хедушей Тора. И тебе новые вещи, тебе прям становится все понятно. Вот бывает иногда, как-то так складывается все, и тут тебе бах, открываются какие-то вообще такие прямо понимания глубокие. А бывает не открывается, ты учишь, и все одно и то же, все уже известно, все уже понятно, уже это проходили. Каждый год заканчивается цикл чтения Торы. Каждую неделю читают по одной недельной главе. И, значит, вот так вот я уже 20 лет религиозный, 20 лет читаю, читаю каждую неделю по одной недельной главе. Так он говорит, царь Соломон, смотри, иногда, иногда Тора тебе становится, как вот эта лань, которая раскрывается только в большом эмоциональном порыве, когда у тебя есть там любовь. Вот интересно, что в прошлой недельной главе рассказывалось, что когда у Якова пропал сын Йосеф, когда братья его продали, а Яков же не знал, что с ним. И он впал в траур. И у него, хотя он был пророк, но у него закрылось пророчество. У него то, что называется Святой Дух, закрылся, его потянул. А потом, когда пришли сыновья и сказали, что Йосеф жив, ему вернулось пророчество, и он увидел, что он жив, и он говорит, как же я не видел все это время. Так есть из этого учится закон такой, что... Божественное присутствие на человека опускается только в состояние радости. То есть здесь очень интересно, когда ты хочешь изменить свою жизнь. Вот у человека есть какой-то там серый период такой, серый там, черный и так далее. Всегда все относительно, знаете. Все относительно, потому что, когда есть известная история, два друга встречаются. Один говорит, как дела? Он говорит, ты знаешь, черная полоса, белая полоса есть. У меня сейчас столько неприятностей. Наверное, это черная полоса. Встречаются они через какое-то время. Тот спрашивает, ну как, говорит, черная полоса закончилась? Он говорит, нет, сейчас такое началось, что я понял, что это была белая полоса. То, что я тогда считал черной полосой. Так вот, один из способов выйти из всех этих полос является переключиться на состояние благодарности Богу. Об этом очень много пишет и рассказывает Равшалом Аруш в книге «Сад Благодарности». О том, как, включая благодарность Всевышнему и даже в молитве, ты его благодаришь заранее за то, что он тебе даст. То есть, ты еще пока не получил это, но ты уже благодарен за то, что даст. И за то, что есть. И ты по часу, по два в день, он советует выходить на природу, именно благодарить Бога, разговаривать с Богом и входить в это состояние благодарности. И тогда у тебя откроется тебе вот эта вот связь с Богом, да, божественное присутствие. Теперь, но здесь царь Соломон почему сравнивал вот эту вот лань, прекрасная серна. А в одном случае ее груди напоят во всякое время, а в другом случае, что когда только в состоянии любви. То есть, очень важно понимать, что человек, человек, обычный человек, он следствие, он себя рассматривает как следствие мира. А человек, который необычный, верующий, он говорит, все не так. Есть я, есть Бог, а весь мир, весь мир это следствие, а причина, она всегда во мне. И он идет как бы на опережение. Он Бога благодарит, ему хорошо. Причем, есть люди, которым вот что бы вокруг ни происходило, им плохо. А есть люди, которые все, что вокруг происходит, им хорошо. Хорошо. Конкретно, как это сделать, технология, самая лучшая технология, это Рав Шаломарош. Книга называется «Сад благодарности». Как научиться благодарить Бога за все, и как в заслугу благодарности ситуация начинает вообще исправляться, превращаться вообще в... Ну, то есть, как бы первично состояние внутреннее, а вторично внешнее потом приходит. Давай дальше. Дальше он говорит 20-й отрывок. И он говорит, зачем тебе, сын мой, увлекаться посторонней? Зара это чужая. И обнимать лона чужой. Значит, еще раз он обращается к людям, евреям того поколения, и говорит, послушайте, послушайте, он говорит, да, царь Соломон, что есть четкое, понятное мировоззрение Торы. Все понятно, Бог сотворил мир, все расписано, понятно, понятно все вообще. Вот книга заповедей, вот Шелхана Рух, вот все. Теперь есть разные другие мировоззрения, которые все они выходят из вопроса. Это я вспомнил анекдот, я вчера написал у себя на странице в Facebook, что один человек, он так запутался в своих мыслях, что он пришел к психиатру, что психиатр ему помог распутать. И он психиатру, психологу-психиатру, тот с ним беседовал, беседовал, и он ему говорит, психиатр в конце, говорит, ну что, скажите, как вам после нашего разговора? Тот говорит, вы знаете, когда я пришел к вам, меня мучили мои вопросы, меня мои вопросы замучили, зачем я, почему я, о жизни, обо всем. А сейчас, говорит, меня мучают мои ответы. То есть, когда я себе отдал ответ на любой вопрос, то на этот же вопрос, ответ, есть всегда следующий вопрос. Поэтому жизнь людей, которые живут в концепциях, которые придумали другие люди, она в любом случае запутанная. То есть, у тебя есть какой-то вопрос, тебе дадут ответ, на любой ответ есть еще один вопрос. И все вот эти вот стептити, да, стептити, гностити, они себя называют этим некрасивым словом, стептити, гностити, да, они в любом случае живут в вопросе и в страхе и в путанице. Теперь есть другой вариант Тора. Понятное дело, что можно задать на любое, на любую идею можно задать вопрос, да. То есть, я помню, очень сложно доказывать какое-то мировоззрение. Легко любое мировоззрение разрушать. Это легко. То есть, когда любой человек что-то рассказывает философское, ему достаточно задать пару вопросов. Откуда ты знаешь? Кто сказал? А он откуда узнал? А ему кто сказал? А как он кончил со своими мировоззрениями, да? И так далее. То есть, можно разрушить любое мировоззрение вот так вот, в три секунды. Поэтому, тот, кто ищет правильное мировоззрение, тот, кто ищет правильное мировоззрение, он не найдет. И царь Соломон говорит, не увлекайся посторонне, не обнимай лона чужого, имеется в виду, а будь в мировоззрении. Теперь задает вопрос, вопрос задает Евгения Абрамова, что делать, если люди смертельно болеют и умирают, особенно близкие. Люди смертельно болеют и умирают все, не только близкие, а все люди, 7, сейчас в мире 7,5, почти 8 миллиардов человек, все умрут. Все до единого умрут, средняя продолжительность жизни 70-80 лет, и все. То есть, и все. А раньше люди еще больше умирали, раньше умирали люди, была детская смертность 50%. Все родители хоронили половину детей, не дай бог, чтобы это кому-то пережить, да? Но это было нормой, то есть, это было нормой. Мы сейчас живем в том мире, в котором, слава богу, хотя бы дети очень мало, ну там, относительно того, что раньше было 50%, а сейчас там полпроцента, треть процента, там, ну, минимальные проценты. То есть, мы живем сейчас в мире, в котором, слава богу, все, кто живой, могут сейчас благодарить бога каждое утро, прыгать до потолка от радости. Потому что раньше, 100 лет назад, шансов было, когда еще не было никаких прививок, ничего. Люди умирали вот так вот, с штабелями просто по улицам лежали. Вирус какой-нибудь, эпидемия, ТИФ, там, вообще. Мы живем в раю, и все равно вопросы на бога, а почему у меня рай меньше, чем у соседа, а почему у меня рай то? Все люди умирают при любой идеологии, при любом мировоззрении люди умирают. Это так мир создан, да, мир так создан. Теперь вопрос в том, что человек, который живет без идеологии Торы, он умирает полностью, навсегда, и бесповоротно, и окончательно. А человек, который живет в идеологии Торы, и в идеологии божественной близости к богу, то у него умирает только тело, а он сам остается. Вот вся разница. Но умирают все, и те, и те, как бы все умирают. И последний сегодня 21 отрывок, или давайте на следующий раз мы оставим, 21, 22, 23, мы оставим. То есть еще раз нам здесь царь Соломон, здесь нам он сказал, что, первое, что он сказал, что будет источник твой благословен. То есть главная твоя внутренняя вот эта вот стержень. Я помню, когда-то я разговаривал с одной очень такой умной женщиной, и она еврейка, она соблюдала какие-то заповеди, но она говорит, вы знаете, я светская, я светская, я не религиозная. Я ей говорю, вы знаете, вам нужно изменить свое самоопределение. То есть когда вы говорите, я светская, я не религиозная, вы себя как бы отрезаете от бога. А если вы себе скажете, я верующая, но еще не все соблюдающая, то вы становитесь в этот момент в своих же глазах, очень близкой к богу. То есть я верующая, я верю в бога. Я верю, она не была против бога, она была, кстати, она умерла, и чтобы ей это было, пускай это будет ей в заслугу, этот и урок весь, и все, чтобы ее душе. Потому что она, реально, она была верующая, она была верующая, но не все соблюдающая. Понятно? Так это то, что мы сегодня изучили, 18-й отрывок, пусть будет твой источник благословенный. То есть вот это вот внутренний стержень, самоопределение, это очень важно себя правильно понять, что я, это божественная душа, я связан с богом, я живу вечно. Я хочу с богом быть, полностью делать то, что он мне говорит делать, я стараюсь. У меня пока не получается, я пока делаю не все и так далее, но это вот то, что, как мне кажется, то, что сказал царь Соломон, пусть будет твоя основа, твой источник благословен. И радуйся от жены твоей юности, самая жена юности, это Тора, которая получена 3300 лет назад. Все, дорогие друзья, значит, удачи вам, успехов, хорошего дня. Влад Косов сейчас приложит книгу, обязательно к этому уроку тоже, которая называется «Краткая книга заповедей». Пожалуйста, прочитайте, сделайте хотя бы одну из 77 повелевающих заповедей, чтобы мы не просто изучали о важности Торы, а чтобы мы делали то, что бог сказал делать, потому что главное в этом мире – это действия. Главное в этом мире – это конкретные действия. Если бог сказал делать, надо делать. Все, пока, удачи, успехов, всем хорошего дня.